Доброго здоровьица! Продолжаем сагу об оздоровлении Эдуарда. 7 июня. Накануне перед сном в 22-23 часа отмин пол чайной ложки, чага сухая пол чайной ложки прополоскал рот содой с перекисью, намазал керосином с воздикой колени и локти. 3 часа проснулся от дискомфорта в левой стопе, сменил тампоны, слизь продолжает выделяться, после этого разболелся большой палец левой стопы, выворачивает суставы, ломит, тянет, боль очень сильная. Продолжалось около часа, затем немного успокоилось. 8.30. Язык с белым налетом, прополоскал марганцовкой, тмин пол чайной ложки, содов внутрь. 9.45. Стул 2.3, жидкая паста коричневого цвета, с фрагментами чаги, тмина, немного желчи, запах канализации чаги. Ничего не смог обнаружить, все перерыл. 10.10. Ванночки для стоп, слизь идет тухлая, идет тянущая боль от большого пальца до колена, колени трещат. Трещат из-за того, что слишком много применяем подсушивающий организм средств. Они нужны для того, чтобы именно бороться с грибком. 10.30 чага сухая, пол чайной ложки, 11 магния сульфат, пол пакетика, 12.00 вибрационный ряд на левую ногу три раза подряд, работает. 15.30 магния сульфат, 1.2 пакетика, 16.35 чага, сухая чайная ложка, 17.10 стул 100%, селевой. Грязевой поток жидкой мути с фрагментами чаги, тмина, свежей желчи, запах канализации, обнаружены обрывки ниток. То есть потихонечку добираемся, добираемся. 18.15 на стой чаге 150 грамм, 23.00 стул 100%, идентичный стулу в 17.10, обнаружить ничего не смог. 23.10 тмин, пол чайной ложки, 23.30 ванночки для стоп, слизь продолжает выделяться. 23.50 на стой чаге 150 грамм, а с 15 по 23.00, весь день практически на ногах. Генеральная уборка по магазинам и прочее. Кору ольхи так и не нашел, левая стопа держится хорошо, в движении боль или дискомфорт почти не ощущается. За день убегался, устал, глаза уже закрываются, а ножки держат, и это хорошо. На данный момент 0.0.25 минут левую ногу не выворачивает. Посмотрим ночью. Вообще-то надо раньше ложиться, это слишком, ну что это в первом часу ночи спать. С 11.00 до 12.00 надо отходить ко сну хотя бы. Итого, ножки явно идут на поправку. Ряды магния сульфа, чага, травки, думаю, все в комплексе. Идет положительная динамика, нитки слизи выходят по прежнему, но отмечаю, что заметно меньше. То ли их меньше стало действительно, то ли попрятались гады. Вот, и то и другое может быть. Насчет порчи, все думаю, откуда ноги растут, думаю, много чего могло. Но приходит одна мысль красной чертой. Это алкоголь и как следствие потеря воли со всеми вытекающими последствиями. Но это тема отдельного разговора, хотя я напрямую думаю, касается сложившейся теперь ситуации со здоровьем. Эдуард, вот смотрите, небольшая предыстория. Так как у него был развод довольно-таки сложный, и он сильно переживал, и от этого ударился в алкоголь, то действительно потеря воли со всеми вытекающими последствиями. Очень важно, очень важно внутри себя создать вот такую вот энергетическую атмосферу, которая будет притягивать все, всю гадость, понимаете. То есть человек, как бы разочаровавший с жизнью, вот он неправильно отнесся к ситуации развода, и вместо того, чтобы сделать какие-то выводы, что-то там такое, вот он просто, извините за выражение, вбухалово в лес, создал какую-то помойную яму в своем сознании, и к этой помойной яме еще подключились, естественно, дополнительно все, что вокруг нас есть. То есть важно создать, знаете, вот огород. Если мы за огородом ухаживаем, то все нормально, растет то, что надо. Как только мы все это забросили, а тем более превратили его там в свалку, да там растет все, что угодно. Вот здесь нечто подобное и происходит с каждым человеком. Так, язык, что там у нас язык? Беловатый, различные нити выходят. Вот это вот как раз вот эти нитки, это что-то напоминает типа глистов, слизь. Вот это вот все человек может внутри себя развести. А вот это, скорее всего, похоже на какой-то полип, который оторвался. Далее смотрим, что здесь у нас с пальцами. Это между, какая-то у нас левая стопа, между большим и вторым пальцем. Вот она как раз дырочка, через которую все это выходит. Вот она, вот она, да. То есть как грибок примерно входил. Вот здесь самое, знаете, такое место влажное. То есть грибку необходима влага. Вот как раз между пальцами она имеется. Вот он через эту влагу вошел, внедрился. И дальше пошел вверх по уже организму, по ноге, через колено, в бедро и так далее, так далее. То есть вот его ход. 8 июня. В 3 часа почувствовал дискомфорт. В левой стопе сменил тампоны. Слизь продолжает выделяться, но меньше. Спал удовлетворительно. 7.23. Язык с белым налетом прополоскал марганцовкой. А затем создал внутрь тмин пол чайной ложки с интервалом во времени. 8.30 стул 100% жидко-грязная муть студенистой консистенции с фрагментами чаги, тмина и свежая желчь. Запах канализации ничего не смог обнаружить. Прочистился хорошо. То есть как раз магния сульфат, который я порекомендовал ему, он еще будет дополнительно. То, что там допустим вот эти травки, вот эти все процедуры, что там они сделали. Значит магния сульфат в виде послабления будет лучше все это выводить. И плюс сам по себе магний будут добавлять. В 9 часов сухая чага, чайная ложка, 9.30 ванночки для стоп, слизь идет левую стопу, тянет до колена, боль терпимая и меньше. Мысль колени трещать, как будто в них появился небольшой люфт. Возможно это того, что уходит мицелий, грибница и появляется свободное место после них. Еще ничего не заполнено. Предстоит заполнить это пространство здоровой жидкостью и мышцами. А ведь я его это объяснил, но как-то так себе это представляю образно. Значит я поясняю. Нет, это не так. Это следствие применения во всех вот этих препаратах, травм, которые вызывают подсушивание организма. Из-за этого и появляется треск в суставах. Идет такое обезвоживание, которое хорошо действует на грибок. Но что касается на суставы, увы, начинаются вот такие вот явления. 10.30 вибрационный ряд на левую ногу неоднократно и подряд. 12.30 тянет пульсирующая боль в левой стопе от большого пальца до колена. Боль терпимая. А с 13 по 18 часов опять целый день на ногах. Левую ногу периодически тянет. Боль терпимая. Особенно чувствуешь, когда сидишь во время ходьбы нормально. В целом ножки держат нагрузку уже второй день подряд. Внутренней энергии чувствую предостаточно. Организм только и ждет, чтобы включиться на полную, как только ноги поправятся. Много энергии на ноги уходит. 19.00 настой чаги. 20.00 тмин, чуть позже сухая чага, чайная ложка. 21.00 ванночка для стоп, слизь отходит меньше. Появляется приятный зуд пальцев с ранами на левой стопе. То есть это говорит о том, что идет, начинается заживление. А магния сульфат сегодня днем не принимал, так как был за пределами квартиры, в пути, не стал рисковать. Ну правильно, потому что она прослабляет очень-очень хорошо. Итого, ножки на поправку, положительная динамика. В утреннем стуле паразитов не обнаружен, где они делись, но попрятались. Температура 36.9, с уважением. Фотография, конечно, намного лучше. Правая практически в норме, левая, конечно, проблемная. Так, у нас это что? 8.06. Фотография стопы правой, но она практически так здоровой выглядит, за исключением вот сбитого ногтя, который восстанавливается. Левая, конечно, намного лучше, но между пальцами там еще работа и так далее. За восьмое. Этой зимой на футболе шипами отдавил ноготь на большом пальце правой стопы. Ноготь посинялась через несколько месяцев, отпал. А на его месте осталось стеной. Вот это все, забывая о нем упомянуть, почему он такой. Ну вот, теперь нам ясно, почему такой. Восстанавливается. Это хорошо. Так, теперь 9-го у нас. Доброго здоровьица. Накануне перед сном в 23.00. Магния сульфат. Пол пакетика. Полоскание с содой с перекисью. 23.30. Полоскание солевым раствором. В 2 часа прополоскал горло керосином на гвоздики. Сменил тампоны. На левой стопе между пальцами слизь отходит меньше. Спал удовлетворительно. Левую ногу от большого пальца до колена тянет. И выворачивает периодически вулными накатами. С промежутком во времени. Вот видите, что творит грибок. Пророс в организм. И выдает свои вещи. Хотя до этого дремал все это. Тихо, мирно. Тихо, мирно он его ел. Как только мы его погнали, вот он начал упираться. 5.40. Язык с белым налетом. Прополоскал солевым раствором. 6 часов. Сода чайная. Ложка внутрь. 6.15. Зеро. Пол чайной ложки. 6.48. Стул. Две трети. Каша коричневого цвета. Со свежей желчью. Чага, тмин. Запах канализации. Ничего не обнаружил. Это хорошо, что вот чага, тмин. Все надо там. Внутрях все надо просыпать. Пропитать вот таким вот чага, тмином. Для того, чтобы нигде этот грибок не чувствовал себя нормально. А чувствовал, что его прессуют по всему организму. 7.15. Ванночки для стоп. Слизь меньше левую стопу. Тянет и ворачивает. Боль терпимая. С 8 до 18.45. Парикмахерская. Наконец-то постригся спустя 3 месяца. 9.40. Магнесульфат. Пол пакета. 9.45. Полоскание солевым раствором. 11.15. Стул 100%. Жидкая, жирная, грязная жижа. Муть коричневого цвета с запахом канализации. Кстати, а вот это вот, когда жирная, грязная жижа отходит. Именно жирное. Вот это ключевое слово. Это говорит о том, что начинается отторжение из печени старой желчи. Которое там застаиваться. Итак. Чагат мин желчи. Вышло много жидкости. Значит, сифон хорошо прочистил. Ничего не обнаружил. Так. 11.30. Сменил тампон. И слези меньше левую стопу. Тянет терпимо. Прополоскал рот солевым раствором. С 11.45 до 13.00. Лег с гвоздикой во рту. Очень устал. Энергия на нуле. Левую стопу немного тянет. Вскоре стихло. Я даже очень сладко вздремнул без снов. 13.00 встал. Левая стопа до колена. Норм. Почти не ощущается. При смене тампонов слезит чуть. Обе стопы резко подсушились. Отечность ушла. И это хорошо. Ура. Раны между пальцем левой стопы, через которые идет слизь, стали подсыхать и затягиваться. Быстро стали уменьшаться в размерах. Заживает. Ну, стараемся. Работаем. Болевых ощущений в левой стопе нет. 13.00. 15.00. Солевой раствор. Это рот полоскал. 17.00. 15.00. Жую гвоздику. 17.00. 45.00. Ванночки для стоп. Слизи мало. Отечность уходит с пальцев стоп. 18.00. 15.00. Стул. 1.00. 2.00. Выброс жидко-грязной жижи. Мучь желчу чагает мином. Запах канализации. Обнаруженная слизь в виде нитей. Видите, она там прячется, прячется. 18.30. 23.00. Ездил по делам дочери. Ножки в порядке. Тянущей боли нет. Энергия внутренняя растет с каждым часом. Ну, это хорошо. 23.30. Ванночки для стоп. Слизи чуть. Ранки затягиваются. Отечность уходит. 23.15. Тмин. Пол чайной ложки. 23.50. От полоскания солевым раствором. Итого. Кажется, дела с ножками пошли на поправку. Ну, мы ж работаем, в конце концов. На кистях рук. Ну, хприщиков нет. Старые подсыхают. Сегодня ряды не делал. Не нашел времени. Полощу солевым раствором. Пьют мин. Сухую чагу. Жую гвоздику. Ем много чеснока в обед. Правильно. Надо есть чесночок. Ванночки для стоп. Магния сульфат утром один раз. Сейчас на ночь еще выпью. Полоскание керосином на гвоздики. Молодец. Так и надо. Все это делать. Я тут ему рекомендую добавить полоскание горла керосином. Он, значит, что мне говорит. Значит, еще область гланды слева до сих пор держится по краснению, хотя и меньше. Миндалина справа потихонечку оживает, обретает форму. В области миндалины слева до сих пор держатся белые гнаники. Раньше об этом упоминал. Додержится грибок или что-то другого горла. Ну, язык белый. Дальше у нас что? Стопа. Фото стоп. Ну, тут хорошая. Хорошая действительно динамика. Отечность со стоп ушла. Правая практически в норме. С левой, конечно, проблемы. Так. Особенно между пальцами. Между пальцами. Вот там, где имеется влага, там грибок и обитает. Так, это нам показывает, что там между пальцем происходит на стопах ног. Вот она. Куда грибок вошел. И все вроде бы вот так вот как-то это безобидно. А потом смотрите, что творится. Девятого июня пишет. Добро здоровься. Этот сон мне приснился в ночь на 26-е, 0-4-е, 20-е, воскресенье. Это как раз после первой в жизни чистки печени. 5-го, 0-4-го, 20-го года. Классическим способом. Масло плюс лимонный сок. И перед второй уже по методу буревой. Значит, 0-4-го, 0-5-го, 20-го. То есть это в мае чистка. Мне очень хотелось взглянуть на тонкий мир хоть одним глазком. И вот что я увидел. Сон, запись из дневника. Подваль, цокольный этаж, мрачное помещение. По ощущению мурх. Но трупов не вижу. Освещение слабое. Одна тусклая лампочка. Из подвала виден первый этаж. Освещен. Через отверстие похоже на вход в подполье. Вижу Б. Однокурсника. Мы с ним что-то ищем в подвале. Вроде бы притащили покойника. Но не точно. На первом этаже пошло движение. Ходят темные люди. Силуэты. Почувствовал сильную тревогу и страх перед ними. Б. Сказал, что надо быстро уходить. Он быстро оделся. Черный кожаный плащ. А я закопошился. Не успел. Значит, Б больше я не видел. На полу подвала сидел Петрович, то есть я, Генеша. И нарезал ленты из листов бересты. Тонкий лист примерно один на один метр. Для того, чтобы свить веревки и спуститься через окно из подвала. Я попытался ему помочь. Оторвал бересты. Но он сказал, что я делаю неправильно. Я больше к нему не лезть, то есть не мешал. Темные люди все ближе. Тревога и страх нарастают. Не успел убежать до сада. Я стал искать оружие для защиты. Нашел три ножницы. Маленькие, маникюрные. Средние и большие. Подумал, буду действовать ими вместо ножа. В глаз или горло. Был полон решимости защищаться до конца. Хотя и страшно. В этот момент к нам в подвал спустился темный человек. Один. Генеша, то есть я, сказал ему. Спокойно. Значит, Генеша сказал мне. Спокойно. Я был в соседней комнате с инструментами, где нашел ножницы. Мы поздоровались с ним. Генеша предложил присесть на стол втроем сели. Я был готов, полон решимости, применить ножности в любую секунду. Паники нет. Описание темного человека невысокие, немного полноват. Упитанное лицо, лысый, борода седа, как у Эрве. Но лицо другое. Одет, как байкер. Кожаные штаны, косуха, джемпер, темный, с белым орнаментом. Генеша разговаривает с ним, как со старым знакомым. Разговор идет вежливо, но я внутренне чувствую исходящее от него угрозу и готов к отражению. Дракет. К отражению, значит, нападение. Генеша спросил у него, а где его хозяин? Главный. Тот ответил, что тот находится в соседнем номере. И номер или номера 313, 314 или 413. Точно не помню. Развлекается. Под развлеканием я почувствовал плохое. Возможно, скорее всего, там кого-то убивают. Конец. Мысли, неужели это тонкий мир духов, на который я хотел и просил взглянуть одним глазком. Страшновато. Вот такой сон. Я отвечаю, что интересно, где меня только не носят. А что тонкий мир показали важную ситуацию, касающуюся именно вас. Они развлекаться не любят. За вас целое сражение развернулось заранее. А теперь на плотном плане вы видите его во всей красе. То есть, что происходит? И почему я ввязался в это дело? Ладно, язык мне не нравится. Давайте дегтярной водицы полоскаем и подумаем о ее приеме. Тем более, что во сне ее нам не зря показали. Что нам надо было делать, чтобы оттуда пришла помощь? Покаяться. Легли и перед сном вспоминаете с самого детства, что было. За что было совестно. То есть, я уже даю рекомендацию, как с этим работать. Вспомнили и попросили прощения. Два-три случая, не более. На следующую ночь с этого места вспоминайте далее и просим прощения. Если расплачетесь, это хорошо. Вот так идет работа с тонким миром. И чем больше искренности, тем лучше. Если самочувствие в целом крепкое, готовьтесь к зеленой чистке печени и потом до следующей весны. Вот такая была моя рекомендация. И такой сон. Очень интересный. Мы все думаем, что вот так как-то все это происходит. Так легко и просто. С того ни с чего. Там бактерии какие-то, грибки, вирусы. Нет. Это все происходит на высокоразумном уровне. А дальше уже подключается, знаете, как бы сказать, как инструмент. Это там вирусы, грибки и прочая-прочая ерунда. И паразиты. Так, у нас идет 10 июня. Доброго здоровья. Час ночи. Стул 100% легко в одно. Потуживание великолепно, без напряжения. Первая часть стула мягкой колбаской, правильно оформлена. Вторая часть кашицы. Все это же колбаска, светло-коричневого цвета, с практически нейтральным запахом. Фрагменты чаги, тмина, консистенция стула нормальная. Такой светлый стул вижу впервые вообще. То есть, это говорит о том, что заработала печень нормально. И вовремя идет опорожнение. То есть, каловая масса не застаивается в толстом кишечнике. Ну, вообще в кишечнике. Не успевают окислиться. И из вот таких светло-желтых не превращается в какие-то коричневые, темные. Так, значит, опорожнение и облегчение полное. Чудеса. Вчера в 16 часов салат плюс пюре с курочкой. Кушал раздельно. В принципе, и раньше так часто ел. Но такого стула не было. По ощущениям очень хорошо. Ничего не обнаружил. 9.40. Полоскание сырьевым раствором. 10.15. Сульфат натрия. Пол пакета. 10.30. В левой стопе от большого пальца до колена ощущается небольшой тяж. Ощущается некая тяжесть в стопе. Правая норма. 12 часов в ванночке для стоп. Правая стопа. Норм. На третьем пальце уснования ногтя. На коже была полость с жидкостью в виде прыщиков. Много лет. Это все следствие того, что там грибок себе проживает. Сейчас его нет. Левая стопа слизь чуть. Небольшой тяж до колена. 14.00. Обед. Плюс полоскание с солевым раствором. 14.15. Лех отдохнул. Задремал. Через час левую стопу стало сильно ломить от большого пальца до колена. Также небольшая ломота. И в правой ноге дискомфорт. Значит смотрите, чтобы вы разбирались. Начало ломить. Немножечко отмотайте. Минуточек там на три. И прослушайте, что он делал и что это вызвало. То есть какие процедуры он делал там. Ванночки и так далее. То есть, чтобы вы понимали. Вот вроде нормально-нормально. А потом начало там ломить. Ага, а чего? Как я процедуру делал? Ага. Значит это работает. 16.30. Магниосульфат. Пол пачки. 17.30. С интервалом во времени полынь. Пол чайной ложки. Чага сухая. Пол чайной ложки. В 20.00. Стул. Жидкая. Грязная муть. Темно-коричневого цвета. Чага отминь. Ну включение в ней. Запах канализации. Обнаружены мелкие цисты. То есть, они там потихонечку сидят и сидят. И если человек, я в который раз повторяю, успокаивается, думает, да, все нормально. Все, уже я здоров, хоре. Все это начинает потихонечку вновь расти, развиваться, распускаться и захватывать организм. Поэтому здесь не надо самообманываться. Итак, самочувствие в целом пока оцениваю на данный момент примерно 50%. Сегодня весь день был дома. А ощущение, будто ходил целый день по асфальту. Ноги гудят. Пятки продавились и болят. В левой ноге тяжесть еще ощущается. 21.45. В ванночке для стоп. Слизь чуть выделяется. На левой стопе в области основания третьего пальца. Валдырь появился. Но ощупь плотный. При надавливании боль немного. То есть, введут в разного видоизменения, мутации эти грибка. И так, и сяк, и то, и сё. Насчет применять дегтярную воду внутрь, вы совершенно правы. С весны я уже, благодаря вам, обладал этой информацией. Всё собирался попробовать. Руки не дошли. А теперь уже самое время. Сегодня поставил полтора литра настаиваться на трое суток. Ждать не буду. Сегодня на ночь начну пить или с хлебом по каплям. А там и настой подойдет. По поводу прощения всё верно. Я к этому зимой пришёл. Как же это тяжело и в то же время необходимо. Ревёшь и не можешь остановиться. Просто захлёбываешься слезами. Да, вот мы, мужчины, нам, допустим, 40, 50, 60, 70 лет и более. И мы такого натворили, как и женщины, впрочем. Не задумываясь, делали аборты. Мужчины их ещё поощряли. Или ещё что-нибудь такое. Знаете, полным-полном всё такого, что мы наделали в этой жизни ещё. Удивляемся, о чём мы болеем. А тут удивляться не надо. Удивляемся, что нас не прихлопнули за такие дела. Вот. И так, просто захлёбываешься слезами. И это хорошо. Умыться слезами. Никто не знает, что ты виноват. А ты-то знаешь. И от этого никогда не спрятаться. Да, у тебя там всё это есть. Их уже нет. Чтобы вживую попросить прощения. Хотя бы так. Это просто жизненная необходимость, чтобы идти вперёд. Иначе не получается. Теперь начнём с самого рождения. Да. И вот так вот с самого рождения. И начинаешь. Начинаешь работать. Работать ради новой жизни. Своей собственной. Итого, в целом, по ногам положительная динамика. Ранки почти затянулись. Язык по-прежнему с налётом по утрам. Подключаю дёготь. Дёготь подключаю. Так. Язык, конечно, не нравится мне. Фотография. 11 июня. Доброго здоровьица. Накануне перед сном тмин. Пол чайной ложки чага. Пол чайной ложки хлеб на дёготь. Три капли. Всё с интервалом во времени. А в 23.45 выброс грязная, жидкая, жижа, муча, тьми. Ничего не обнаружил. В 6.30 подъём. Выспался. Спал хорошо. Ноги практически не беспокоили. Но когда засыпал, левую ногу около полутора часов крутило и выворачивало. Шевелится грибок. Шевелится грибок. Куда думает когти рвать? 6.43. Язык с белым налётом. Прополоскал марганцовкой. 6.55. Вода. 50 миллилитров плюс 2 капли дёгтя. Нормально. Выпил. 7.25. Сода чайная ложка. Через 15 минут тмин. Пол чайной ложки. Так, смотрите. Сода чайная ложка. Это не значит, что он соду взял, чайную ложку в рот и выпил. Сода должна быть погашена. Как это делается, я уже рассказывал. Ни в коем случае не вздумайте в эту соду чайную ложку съесть. Иначе вы сожжёте себе пищевод и желудок испортите. 8.15. Стул 100%. Легко в одно подтуживание. Одна часть стула мягкая, колбасообразная, правильно оформлена. Вторая часть кашица и светло-коричневого цвета. Чага. Отмен. Запах почти нейтральный. Опорожнение и облегчение полное. Замечательно. Ничего не обнаружил. В 9.15 в ванночке для стоп. Ранки между пальцами левой стопы практически затянулись. А по краям ранок волдыри притаились с жидкостью. А там слизь. Не нравится мне это. То есть вот так вот грибок, знаете, вылез и, как бы сказать, затаился, притаился. А вдруг сейчас всё закончится, пронесёт. И можно опять будет внедряться. В ногтевой пластине среднего пальца левой руки чёрная, типа занозы, вкрапления. Они у меня периодически появляются на разных пальцах, а затем проходят. Продолжается много лет. Ощущения никак и не вызывает. Думаю, что это тоже грибок. Всё может быть так. 11.00 вибрационный ряд на левую ногу неоднократно. Температура 36,6. 13-14.00 лежал, дремал. Левую ногу, особенно в области большого пальца. Первый и второго пальца левой стопы тянет и выворачивает. Ломит до колена. 14.41. Сменил тампоны. Слизь перестала отходить. Её нет. Но вокруг по краям затянувшихся ранок волдыри с жидкостью немного зудят. При пальце небольшая боль. Волдыри по типу, с которых всё начиналось. Вот когда всё начиналось, это говорит о том, что наконец-таки и этим и заканчивается. Двадцатого, ноль пятого, двадцатого. Но плотнее. Не нравится мне это. Надо что-то придумать, чтобы выгнать грибок вон. Надеюсь на дёготь. В течение дня левую стопу до колена вытягивают. Волдыр над этим пальцем чувствую неприятно. Кроме этого, в течение дня периодически по времени принимают чагу, сухой настой, полынь, магния сульфат, жую зиру и гвоздику, ванночки для стоп, полоскание сырьевым раствором, дёготь по капелькам и прочее. И так и надо делать. Итого, положительная динамика в состоянии ног. Однако грибок, по-видимому, так просто сдаваться не собирается. Остается продолжать создавать ему невыносимые условия, так называемый душняк.